Севастополь Следует начать с того, что мы сыграли две премьеры на двух разных площадках. Это конгресс-центр МГУ. И это был совместный проект вместе с театральной студией Тесла Моносова. Мы играли вместе со студентами МГУ. И в замысле этой премьеры было участие студентов МГУ. И вторая площадка — это центр творческих индустрий РАМА. Там мы уже играли только театральной студией нашей «Театральная кухня». И эти две разные площадки, собственно, и обусловили впечатление от того, как прошла премьера. В конгресс-центре это была классическая сцена. И мы были от зрителя на неком расстоянии, на возвышении, на сцене были кулисы, был занавес и был задник. То есть это некое традиционное понимание театра. И несмотря на это, перформанс удался. Что он предполагал? Это обязательно соучастие зрителя. Такой некий акт сотворчества, когда заранее выстроенный сюжет рождается в импровизации вместе со зрителем. Зритель принимает участие в решении наших персонажей, принимает участие в каком-либо действии. Не просто является наблюдателем, сидя в зрительном зале. В центре творческих индустрий РАМа площадка была в выставочном зале, если вы помните, выставочный зал Союза художников. И зритель сидел вокруг действия. Мы были центром, средоточием этого действия. И вовлекали зрителя, просто протягивая руку и приглашая его принять участие в нашем сюжете. Соответственно, контакт был ближе. Атмосфера была более такая здесь и сейчас. На площадке рождалось какое-то действо, которое погружался зритель. Ему было в этом очень комфортно, уютно, эмоционально. По отзывам зрителям, зрители этот перформанс дарил такую эмоцию, которая пробивала на размышления, на слёзы, где-то на смех, на улыбку. То есть премьера удалась, и мы очень этому рады, довольны, счастливы. Наталья, расскажите о себе, почему вы начали заниматься перформансами и что это такое в целом, как это правильно понимать и воспринимать? Всё началось с того, что появилась театральная студия и появились первые студийцы, с которыми мы начали процесс исследования, эксперимента в области того, как рождается актёр и как воспитывать в себе актёра, как выходить на площадку, как избавляться от каких-либо зажимов, от каких-то неверных представлений о себе и как быть естественным, органичным, заразительным в условиях сценического пространства. Студийцы эти были не актёрами, это были обычные простые люди, для которых творчество, искусство вдруг стало очень важным и нужным в познании себя. То есть это взрослые люди, которые пришли для развития себя, своих внутренних качеств, избавления от каких-то страхов и опять же для того, чтобы проявить себя как-то во внешнем мире. И вот этот процесс тренингов в игровой форме начал рождать определённые идеи, какие-то совершенно интересные ходы, какие-то совершенно интересные сюжеты. И показалось, что это должны видеть нам тогда, на тот момент. То есть это такая исследовательская лаборатория, где мне актёры превращались вдруг в очень интересных, обаятельных и искренних людей, стремящихся как-то заявить о своём творчестве и показать себя. И так родились наши первые перформансы. Это были старые ботинки. Мы сыграли их в ангаре Союза художников в Центре творческих индустрий РАМА. Это такая авангардная площадка, очень большое, огромное помещение с лесами, которое оборудовано под такую экспериментальную лофт-площадку. И в ней показывают свои работы большинство театральных студий города, в том числе это выставочная такая площадка для художников нашего города. То есть там проходит очень много мастер-классов, всевозможных лекций и так далее. Потом был зал ожидания с новой группой студийцев. И её мы сыграли уже в зимнем варианте выставочного зала. И вот этот третий «Любит-не любит», который мы уже отпремьерили на двух площадках. Скажите, а кто является участниками спектаклей? Когда происходит процесс подготовки перформеров к творческому акту, подготовки их тела, голоса, это непрофессиональные ребята, которые занимаются в студии. А уже на выпускном периоде, когда уже родился сценарий, родилась идея, уже есть режиссура, я подключаю и профессиональных ребят, профессиональных актёров, которые очень любят этот жанр перформанс и тоже хотят проявиться в нём, поучаствовать, принять участие в таких наших акциях. Вы говорите о том, что подключаете профессиональных актёров на финальной стадии. А как в целом идёт подготовка? В целом это чаще всего процесс исследования. То есть один из эпизодов, например, родился из нашего упражнения по актёрскому мастерству, когда участник упражнения должен ответить на вопрос «Кто он?». Один должен задавать ему беспрерывно вопрос «Кто ты?», «Кто ты?», «Кто ты?». А второй участник должен ответить максимально честно, искренне, но не называя иногда социальные роли, а больше описывая какой-то свой внутренний мир, своё внутреннее ощущение этого мира, описывая себя. А есть ли какая-то особенность в вашем премьерном спектакле «Любит, не любит?»? В этот раз мы пошли на больший эксперимент в плане того, что было больше пластических номеров и где-то даже более сложной хореографии, потому что были уже ребята как бы третьего курса участниками в этом перформансе, и были более профессиональные ребята, закончившие и другие студии, и в том числе профессиональные актёры. То есть было больше пластики, больше танцев, и словесные тоже эпизоды, объединённые одним сюжетом, одной сценарной линией, они проявлялись в монологической такой форме, в высказываниях наших персонажей на тему любви, жизни. Мира во все его противоречивости, о том, что иногда мы сами себя не знаем, а хотим, чтобы нас кто-то знал, любил, понимал, и требуем этого от своих партнёров. То есть это такая тема отношений, тема любви, то, что нам очень близко, то, чего мы все жаждем, стремимся к какой-то гармонии в отношениях, взаимопониманию. А какой драматургический материал вы используете? Некоторые эпизоды являются отрывками современной драматургии. И есть эпизоды, написанные самими участниками. Опять же, во время тренингов мы рождаем какие-то отдельные сцены, эпизоды, потом участники дорабатывают, их получают домашнее задание, и это потом выливается в сценическую версию. Есть какие-то тексты, написанные лично мной. То есть это такая компиляция, такой синтетический жанр. В итоге получается рождённое в эксперименте действие, объединённое одним сюжетом. А зритель как воспринимает эти спектакли? Они очень тепло воспринимают. Они идут на контакт эмоционально. Самая высшая похвала. Я плакал, меня тронула ваша тема. Вы знаете, я прослезилась. Это очень важно, это должны видеть. То есть мы даём некую эмоцию, некий обмен такой энергетический, во время которого зрители очень остаются под большим впечатлением, и потом приходят ещё не раз на наши спектакли. Насколько я знаю, в ваших спектаклях используется много пластических элементов. Насколько это сложно для людей, которые не связаны с актерской деятельностью, и кто занимается постановкой пластики? У нас есть хореограф. Это Елена Яновская. Она очень талантливый хореограф в стиле contemporary dance и в направлении современного танца. Она даёт нам всевозможные тренажи и арт-техники на тему пластики. И в большинстве своём она опирается не на то, что умеет она, не на те движения, которые придумала она, а те движения, которые рождаются естественным образом во время репетиций. И потом из этого, опять же, компилируют уже определённый номер, сцену, определённый эпизод. Спасибо, Наталья, за беседу. Желаю вам творческих успехов. Сегодня мы беседовали с режиссёром театра имени Луначарского, руководителем студии «Театральная кухня» Натальей Слепченко. А мы с вами увидимся в программе «Время Х» на информационном канале Севастополя. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!